Всем привет! Вот и приехали мы на пшеничку. Будем пробовать. Посмотрим, что она нам даст. Прогнозы, конечно, нехорошие, но посмотрим, что будет, то будет. Сейчас еще поднастроимся после ячменя. Срез пониже постараемся. Здесь на следующий год будет ячмень по полупару тоже. Пшеница Таня. Предшественник подсолнечник. Пионер здесь был под экспресс. По сравнению с ячменем, измельчители не дуют практически. Тут массы нет такой. Сейчас края, тот край пройдет. Почистим жопу, так сказать, комбайн. И будем смотреть потери. Сейчас чуть-чуть решето прикрыли, потому что колосочки попадали в бункер. Пройдем, почистим. Будет видно дальше. Тут 15 гектар. Здесь у нас где-то кусочек 3 гектара есть под семинасе или элиту. Супер элиту точнее. Надо будет его еще найти, обкосить, чтобы всыпать отдельно. Планировали и сами же отбивать, готовить. Ну, судя по прогнозам, я же еще раз скажу. В этом году, у кого полтинник дала, тому можно смело медаль вешать. Медаль и отпуск на море на 3 дня, не больше. Как-то так. Намолотили полтора бункера. По привычке разгрузились с краю. Думали, мало ли мы уже в край бункера не хватит в этот. Но этот вот диктует свои условия. Вот так, полтора бункера. Присутствует немножко половы. Ну пусть лучше тут полова будет, чем зерно в жопе, как говорится. Такое зерно. Сейчас покажу, как анализ сделать дедовским способом. Цельное зерно раскусываем пополам. Ну, камера, конечно, не очень. Вот если зерно получается стекловидное такое, не белое, а... Такое все однотонное, однородное, то должно быть качественное зерно. Но это должно тройкой быть, не меньше, я так думаю. А там поглядим. Пошла родная домой. Сколько бы ни было, всю соберем, постараемся без потерь. Продолжаем молотить пшеничку. Опять, зараза, ветер поднялся. И так жарко, еще и дует, высушивает все. По измельчителю вот тоже, какая небольшая проблемка. Если видно, то он не на всю ширину бросает жатки, а его сдувает в одну сторону. Вот, получается, сам козырек и снизу эти лепестки делящие. Я думаю, может, снизу еще лист поставить, как типа на омеге сделать дудку. Может, тогда более будет равномерно дуть. Видно волочки, ну, как сказать, не волочки, конечно, посередине блеше. Лучше бы было, если бы оно более равномерно было. Естественно, оно и перегнимать будет лучше. В принципе, все равно будем дисковать, порастягиваем на крайняк. Соломы немного, а по сравнению с ячменем, можно сказать, ее вообще нету. И вот она вся как в труху перебитая. Кинем, наверное, удобрение опять так же после уборки. Поем, купим. И задискуем, а потом запашем. Ну, на этом участке с отвозом проблем, конечно, нету. База, получается, тут три клетки проехать, грубо говоря, все по асфальту. Поэтому успеваю. Да и урожай не радует. Приезжаю, он еще молотит. Такой вид. Посмотрим, конечно, еще да убираем, что оно тут даст. Солнце уже на закат идет. Лихо мы долбанули, больше половины. Я не знаю, тут гектар шесть, а может пять осталось. На завтра вроде дождь передают. Ну, честно скажу, вот шестой год занимаюсь фермерством. При мне такого урожая, ну точнее не урожая, еще не было. Но будем надеяться, что не будет больше. Что будет нормальный урожай. Ну, не зря край наш называют зоной рискованного земледелия. Вот эти возвратные заморозки очень опасные. Ну, в этом году они были поздние, они были майские, кажется. Конец апреля, уже и не помню. В предыдущие годы они вообще очень часто были. Но страдали от них в основном плодовые деревья, персики, очень часто абрикосы. Абрикос вообще очень редко жердела выходит. Ну, а в этом году вот пострадала пшеничка. Ну, не знаю, успеем мы завтра до дождя тут доубирать или нет, во сколько он пойдет и пойдет ли вообще. В любом случае поедем, начнем молотить, а там будем посмотреть. Ну, утро, как всегда, начинается не с кофе. Вчера до базы подъехали, ну, домой. Слышу, он залепотел как-то. И вот. Оборвало шпильку. Затяжки коромысел, прикрепление. Ну, прямо перед домом, потому что ни масла тут как такового нету, ничего. Еще думали, может еще часик помолотить, хорошо же не стали. Сейчас. Пожалуйста. Сейчас выкручу, поменяю, благо. Другие головки есть запас, там есть шпильки. Ну, обломила вроде как удачно, чуть-чуть места осталось. Вот шпильковер там взял, пошла крутиться. Сейчас другой выкручу. А я не помню, по-моему, я сюда герметик даже резьбовой капал. Даже обычно откручиваешь их, и они со шпильками выходят. Ну, не красный, а синий капал. Герметик резьбы. Собрались выезжать, но цилиндр не смог. Поднял, думал масло долить. Так, ой, там с него ручьем побежала. Сейчас батя полетел за ремнобором искать, а я пока разбираю. Тут еще на тортике вишенка. Вот так обломалась. Сейчас буду попробовать нагреть феном и шпильковертом выкрутить. Если не получится, тогда накручу гайку, обварю и буду пробовать так. Пытка номер два. Шпильковертом не получилось. Вот, приварил гайку. Чуть сточил ее, чтобы ближе к шпильке достать. Точнее к бывшему болту. Подкатил полуавтомат, приварил. Сейчас остынет, попробую. Та-дам! Получилось. Сварка выдержала. А сейчас теперь этого кента предстоит разобрать. На новых образцах внизу, там перед яблоком получается, есть проточка под ключ. На этом ничего нету. Сейчас буду пробовать разводным ключом. А сюда трубу одену, чтобы он уперся. Что-то мне подсказывает, что очень тяжко будет. Он уже весь кораллами оброс. Не знаю, лет десять назад его батя делал. Ну попробую. Разобрал цилиндр. Точнее еле разобрал. На новом образце здесь под ключ проточка есть. На этом ни хрена нету. Ну хорошо, вот ключ разводной дали попользоваться. Полкилометровый. Разобрал и все бы было хорошо, если б не было так плохо. Пол канавы здесь вот срезано, как видно. Ну быстренько до токаря сбегал, проточили канавку чуть выше. И на последнем штуке тоже чуть-чуть проточили настолько, насколько выше тут проточили. Ну думаю должно нормально быть. Сколько проходит, столько проходит. Главное уборку убрать. В принципе, я когда разгружаюсь, этот штук почти никогда не выходит. Поэтому думаю пойдет. Приехали убирать. Вчера дождя так и не было, пару капелек упало. Но, так как вчера газончик нас подвел. Вчера, можно сказать, был выходной. Если можно его, конечно, так назвать. Пока я разбирал, батя в выселки поехал, там ни фига не нашел. Пришлось бежать на Тихорецк, там в центр запчастей. Взяли ремнобор. Плюс еще проблемы с цилиндром были, что пришлось в токарку ездить. Ну, не буду повторяться, что сказать. Восемь часов, солнце жарит уже просто невыносимо. Быстрее буду убирать. Сейчас прогноз открывал. На 6-7 июля стоит 41-40 жары и 15 метров в секунду ветер. Вот вопрос, при такой погоде вообще хоть что-нибудь выживет. Кукуруза будет вариться прямо на поле. Не знаю, может как-то что-то поменяется, но уже невыносимо, честно. Думаю, сегодня добьем. Вот, получается, я ветками отделил семенной участок. На семена сеяли, думали, хватит. Но при данной урожайности нам не хватит этого на семена. Плюс от биджиш еще процентов 30 уйдет. Интересный факт по виду, но может не видно на видео. Это светлее, чем обычное. Не знаю, как будет сыпать. Ну, примерно сравним для интереса. Вот. Подъехал разгружаться, смотрю, гривка. Думаю, да чё ж за херня. Подъехал поближе, сегмент обрезала. Ну, думаю, надо же следствие провести. Что здесь? Опачки. Пойдет. Хомут. Нормально так. У нас такой техники, по-моему, нет. Уже переклепали нормально молотит. Но причины всегда надо находить. Ну, вот и заканчиваем этот участок. Осталась полосочка небольшая. В соседнем поле вон дон убирает. Тоже фермерское поле. Тоже сразу там тропиком дискует, дискатором. Посмотрел. Глыбы очень много. Поэтому, наверное, смысла сейчас дискатором дисковать нет. Лучше легкими дисками пробежаться. Я думал, здесь легкими, только под пахоту. Ну, наверное, и ячмень тоже надо будет легкими задисковать. Влагу закрыть. Такой вид поле имеет. Выбритая, считаю, неплохо. Как под линеечку. Ну, кое-где там волочки остались. Эти разгружали. Ну, как там я говорил в начале видео. На медаль не заработали, но на море заработали точно. Короче, около того, что хотелось, насыпало. Под полтинник сыпнуло точно. Но не больше. Ну, еще не все. Еще у нас один участок предстоит убрать. Сейчас туда убираем. Уже домой повезем. В кузове зерно. Ну, честно, конечно, зимой ожидали большего. Сюда вложено немало, как говорится, сил и средств. Здесь перед севом кидали 100 кг калиймага. После семечки, думаем, теперь каждый год вносить либо просто хлористый калий, либо... Ну, калиймаг такая жняга, и больше не будем его покупать, блин. Там пыль в перемешку с гранулами не кидает негода. Ну, так 100 кг калиймага кинули, 100 кг аммофоса и 100 кг селитры. Все задисковано было и посеяно. Ну, и по листовым тоже немало было применено. На канале есть. Так что пока все. Всем спасибо за внимание. Не забывайте поставить лайк. Подписаться на канал. Ну, и увидимся в следующей серии. Всем пока.